Здравствуйте! С вами Юрий Шулипа, юрист-публицист. Сегодня, 27 декабря 2016 года, мы беседуем с видным писателем, диссидентом, шестидесятником Павлом Амитовым. Данная передача подготовлена при поддержке видеоканала Оригинал ТВ. Сегодня мы о самом наболевшем. Это и боль, и зло всего мира. Именно о России, о событиях. И в конце концов, посмотрим, попробуем заглянуть в будущее России. Что же ожидает Россия в то время, пока Путину осталось править, так и по самим его. И во что превратится Россия. Итак, Павел, вот такой вопрос. Сразу хотелось бы обсудить. Падение российского самолета Ту-154 в акватории Сочи. Чиновника один из правительств Москвы назвал ансамбль имени Александрова, военный российский, поющим российским оружием. Ну и погибла там, соответственно, так называемая доктор Лиза, которая вообще никакого не имела медицинского образования. И, в общем-то, там еще погибли пророссийские пропагандисты, которые ехали информационно поддерживать эту войну. А как известно, один российский пропагандист, это, в общем-то, дороже, чем целый батальон солдат, вы сами понимаете. Ну, фактически, кто они такие есть? Это обслуги войны, это соучастники международного тяжкого преступления. Ведь я как юрист могу квалифицировать, и это общеизвестно, что самое тягчайшее преступление в праве, которое существует, это агрессивная война. Так вот, смотрите, давайте все-таки вернемся и обсудим в вашей версии, что это может быть теракт, невнимательность, и вот как вообще вы это обцениваете. Ну, из той информации, которая у меня есть, у меня информация, как у всех, из интернета. Телевизор я давно не смотрю, газеты не читаю, но отдельные материалы... Слава Богу, да, у тебя есть здоровый человек, когда я вижу без здоровья. И интернете, да, так здоровее. Вот из той же информации я склоняюсь к тому, что, скорее всего, это теракт. Вот. И тут я хочу вот о чем говорить. Тут очень много и злорадства, и все. Я всегда стараюсь отделить мух от котлет. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Одна сторона. Погибли люди. Конечно, нам, гражданам Украины, людям, настроенным патриотически, демократически, проевропейски, по-христиански, признающим эти ценности, много уже тысячелетней, вот так просто злорадствовать не хочется. Но, с другой стороны, погибли люди, осознанно сделавшие свой выбор. Практически там были все военные, потому что 64 человека из ансамбля имени Александрова, они служащие российской армии. И никто из них, вообще мне неизвестно такого факта, никто из них в знак протеста против агрессии не вышел из состава вооруженных сил. Но, учитывая, что они люди культуры, искусства, конечно, с точки зрения гуманной, как бы жаль. Но есть другая сторона вопроса. Это теракт это? Или это техническая неисправность? Павел, я здесь... Это закономерно. Вот то, что случилось... Я хотел просто маленькую ремарочку внести. Вот, смотрите, в праве существует такой принцип. Незнание закона не освобождает от ответственности. Вот если эти люди прекрасно знали, что война это техчайшее преступление, осознавали и все-таки в нем соучаствовали. Вот, скажем так, где вот эта линия между моралью и нравственностью в данном контексте? Я закончу свою мысль. Это закономерно. После войны в Сирии, после гибели российского самолета над Синаем, после убийства российского посла в Турции, этого следовало ожидать. Притом, даже если это не теракт, это закономерно. Война не бывает без потерь. И немало потерь бывает на учениях. Немало потерь бывает нечисто военных. А теперь это, о чем вы сказали. Кстати, то надо заметить, что эта психология, которой проникнуты многие россияне, и в частности люди русской национальности, это рабская психология, они не виноваты. Какая-то грань между преступлением и непреступлением, и то, что незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушения. Вот путь путинизма. Вот и в моей последней книге, если вы видели, там я иллюстрацию, карикатуру, которой Гитлер похлопывает по щечке Путина, и как бы его благословляет и благодарит, что он действует так, как надо. Надо действовать фюреру. Но он взял все грехи на себя. Он говорит, убивайте, убивайте. Это солдатам вермахтов, эсэсовцев. Убивайте это, я все беру на себя. И Путин, они привыкли, есть хозяин, есть пахан, есть фюрер. Мы не виноваты, мы военнослужащие, приказ. А вы правильно сказали насчет один пропагандист, ну такие типа там Соловьева, Караула, Киселева. Они действительно стоят батальона, а поражающая сила может и больше. Поэтому они тоже солдаты, солдаты пропагандистского фронта. Они воюют. Перед ними не стоит. Они даже не задумываются над этим. А если и задумываются, я не могу их ни осуждать, ни оправдывать, потому что они совершеннолетние. Там нету юнцов. Не было юнцов среди погибших. Они выбрали свою дату. Да, но ведь это же, еще раз повторюсь, в правой точке зрения, когда над Путиным будут международные уголовные суды, а я в этом уверен, эти люди будут проходить на нем как соучастники этих особо тягчайших, даже не особо тягчайших, а особо тягчайших преступлений, которые обслуживали войны. Информационно, патриотически, якобы под видом какой-то благотворительной деятельности, все равно это обслуживание войны. Это не протест. Кстати, смотрите, такой пример. Академик Андрей Дмитриевич Сахаров, видный правозащитник, он еще в Советском Союзе обращался к послам Канады, Соединенных Штатов Америки, с тем, чтобы с Советским Союзом прекратили все экономические отношения, но, иными словами, чтобы цивилизованный мир не кормил зло и не выкармливал для себя врага. Потому что Сахаров, например, и другие, в частности, диссиденты правозащитники, они понимали, что в таком полнейшем тоталитарном режиме, который был Советский Союз, невозможно было ни спасать людей, ни лечить их, ни заниматься правозащитной или иной благотворительной деятельностью. Потому что сама задача заключалась в чем, я считаю, что она, на мой взгляд, обоснована, в том, что нужно сначала разрожить эту преступную систему, которая каечит людей, то есть убрать причины и условия вот этих всех бед, а не, так сказать, лечить листья вместо корней. Как, на мой взгляд, вот такая позиция? Ну, я знаком с трудами Андрея Дмитриевича и являюсь его сторонником, хотя я больше был, всегда радикальный, скажем, чем Андрей Дмитриевич. Когда-то даже попытался встретиться с ним, будучи в Москве, еще до его ссылки в Горький, ныне Нижний Новгород, но в институте меня просто не пустили. Кто я, что я, откуда я. Вот, но дело не в этом, а в том, что действительно, я должен сказать, сейчас Запад проявляет беззубость, наркотелось по отношению к России. Я понимаю первый период, и Ельцинский особенно, и первый, так сказать, путинский срок до четвертого, скажем, года. Я понимаю попытку Запада приобщить Россию к своим ценностям, вот как вели группу восемь, да, в эту восьмерку ведущих стран мира, но не понимая Путина, не понимая природу путинского режима, хотя бы две войны в Чечне должны были бы их насторожить. Позиция России в отношении Приднестровья, Абхазии, но нет. Ну, даже после Грузии хотя бы, нет. Вот, они не понимают, что в данном случае Украина, она сейчас на первом рубеже, и очень опасна. Она защищает Европу, она защищает европейские ценности, и позиция Запада, несмотря на все эти санкции, она достаточно эгоистична и недальновидна, это уж точно. И мы всегда в таких случаях, вот, мои единомышленники и так далее, совершенно справедливо вспоминают Чемберлена, Даладье. Есть такой закон, который, вот, я первый придумал, но я пришел к нему сам, нельзя потакать агрессору. Агрессор воспринимает это как проявление слабости, и значит, это поощрение агрессии. Вот эти санкции, они могли бы быть гораздо более жестче, жестче, и бить больнее по самым таким российским местам, ну, отличение от банковской системы, например, всеобщей, или действительно полное прекращение военного сотрудничества, и так далее, и так далее. А это, нет, недальновидная политика, и вскормили Россию. По сути дела, Россию, вот эту агрессивную, вскормили, помогли ей. А Путин и компания, они там потирают руки, это называется, вы знаете, часто употребляется эта фраза «полезные идиоты». Там очень много полезных идиотов, помимо просто купленных, как Шрёдер, например. Ну, это показывает о том, что на Западе не все так хорошо, Запад сам коррупированный раз сотрудничает фактически с такими террористическими режимами. Хорошо, Павел, к нашим, так сказать, основным главным проблемам, кто мешает жить не только нам, но и всему цивилизованному сообществу. На ваш взгляд, кто сейчас является самым главным врагом России? Нет, ну я понимаю, тут обычно говорят в таких случаях, что Путин, но я хочу немножко иначе поставить эту вопросу. Да, Путин и его клика являются врагами России, но у них есть мощный союзник. Это народ в России, это пресловутые 86%, которые, кроме рабства, ничего не видели. И они хоть вдохнули, дыхнули воздух свободы, воздухом свободы. Вот тот период, ну я знаю, конец 80-х, начало 90-х, и даже чуть-чуть захватили, самый свободный период действительно был, это где-то с года 88-го по, допустим, 2002-й, вот так, лет 15-й, Россия никогда не была так свободна. Но основная масса, в конце концов, ей легко можно оказалось привести обратно в рабское стойло, в рабское положение. Хорошо, вот скажите, на ваш взгляд, к чему приведет дальнейшее правление Путина, Россия? Ну, это убийственный для России путь, и если вот я, например, считаю, не то, что я это там выдумал, но я, у меня такое мнение, что Сталин положил начало уничтожению русской нации, не только русской, пытался, как вы знаете, и украинскую нацию практически уничтожить. Да, но я хочу сказать, что Путин, на мой взгляд, положил начало уничтожению Российской Федерации, потому что его политика совершенно убийственна, и я не могу сказать, что это Маракову, я предрекаю, но я вот убежден, что если политика России после Путина коренным образом принципиально не изменится, то Россия ожидает распад. Ну, хорошо, а на ваш взгляд, чем вот все это закончится, путинское правление? Ой, тут предсказывает трудно, во всяком случае, Россия, учитывая многотерпеливость этих 86%, вот я не могу так сказать примитивно, вот холодильник победит телевизор, да, вот затянут пояса, и еще раз затянут пояса, и еще раз затянут пояса. Богатая страна, богатые ресурсы, вот он как сейчас на Донбассе, шахты позакрывали, копанки, вот позакрывали там колхозы, какое-никакое фермерство, какое-никакое личное участие, это если Запад не займет жесткую позицию, к сожалению, вот это самое, внутри России ожидать быстрых перемен не приходится, но где-то может лежать банановая корка. И вот об этой корке, вроде бы незначительной, можно подскользнуться, и тогда будет некий взрыв, обычно, вот как история учит, эти взрывы приходят во время катаклизмов, вот как в России большевистская революция, сидел господин Ленин, сотоварищи, по Женевским и Французским пивным, и не думали о революции. А тут она вдруг, вдруг, для них это была неожиданность, к примеру. Ну да. Вот. И они срочно приехали ее возглавлять, вы помните этот пломбированный вагон и так далее. А может случиться нечто непредвиденное. Правильно. Ну а вот откуда оно может случиться? Оппозиции в России нет, она полностью уничтожена. Да. И даже вот еще буквально на прошлой неделе шоферы в Гукову, их там порядка 160 человек, хотели отправиться в Москву и встретиться с депутатами Государственной Думы, и даже поприсутствовать на заседании Государственной Думы, рассказать депутатам о своих проблемах. И их из города не выпустила полиция под прикрытием антитеррористической операции. Люди заказали автобус, автобусы не приехали. Люди пошли на вокзал покупать билеты, как рассказывали очевидцы. Я просто читал ситуацию, в частности, на таких российских ресурсах, как «Видуз», «Открытая Россия», показания очевидцев, за несколько минут буквально пошли сотрудники полиции, пообщались с кассирами, и все, кассиры отказались им продавать билеты. То есть люди оказались просто заблокированы в своем городе и не смогли своего города выехать. Как вообще в таких условиях России, просто вы как диссидент, объясните, который и Новочеркасск уже пережил, и вот это Новочеркасск, и вот прочее, как в России в таких вот жестких условиях, я так полагаю, все-таки, что сейчас, возможно, даже с точки зрения милитаризации внутренней, в России еще условия даже более жестче, чем при Советском Союзе. Потому что, вот вы даже обратите внимание, при Союзе не было таких полчищ вооруженных, там, ОМОНов, внутренних, разных, там, сейчас у вас Гвардия появилась, в которой Путин дал такие полномочия, да, при помощи своей подконтрольной карманной Госдумы, да, стрелять беременных женщин на поражение. Вот вообще, ну, кого угодно могут расстреливать. А вот эти, как они называются, ну, контртеррористические операции, которые на Северном Кавказе проходят, это же ужас, там тоже очевидцы говорят, просто приезжает спецназ, тупо расстреливают, и потом сразу же фабрикуют уголовное дело, что якобы был террорист, его расстреляли, и все, то есть людей просто убивают, уничтожают вот эту вот вооруженную машину, та, которой не было внутри при Союзе. Вот как вот сейчас, ну, с вашей точки зрения, вот как диссидент, возможно в России вообще какое-либо сопротивление вот этому преступному режиму? Ну, сопротивление в той иной степени возможно, и оно проходит. Да, сейчас в России более жесткая, милитаризованная структура по сравнению с послесталинским СССР. Да, вот, но всему бывает некий предел. И вот, конечно, если Россия будет долго вот так выживать, и Путин сойдет с политической арены, и будут путинисты в той или иной степени, то у России проблемы в том, что она будет экономически ослабевать, и тогда, учитывая протяженность ее территории и отсутствие настоящей инфраструктуры, то будет ослабевать это так называемый вертикал власти. Поэтому будут откалываться просто регионы, которые не будут получать с центра ничего. И во всяком случае они попытаются все налоги или все, что можно, особенно депрессивные регионы, оставлять у себя. А, кроме того, в России есть колоссальная проблема. Это незаселенность от Урала до Тихого океана. А я не знаю в истории прецедента, который бы опровергал такую вещь, как естественная диффузия границ. С одной стороны, полуторамиллиардный Китай, который уже проникает в Россию, плюс то, что Путин отдал полтора Крыма, вы знаете, в аренду, по сути дела, то, что в концессию, то, что много китайцев работает на Дальнем Востоке и так далее, это будет диффузия границ, может повториться история, только в гораздо большем масштабе, как Косово. Когда китайцев станет больше, чем россиян, и не надо будет никакой агрессии. А будет референдум. Будет референдум. Примерно. Ну, смотрите, сейчас в России по российскому законодательству даже за упоминание референдума, хотя в России никогда референдумов не было с момента ее существования, но сейчас в России, после аннексии Крыма, Путин с помощью своей карманной думы продашел такой законопроект, что за призывы к нарушению цитальной церкви России, ну, с иными словами, за призывы к сепаратисту, установленный срок вплоть до пяти лет решения свободы. Как вот этот уголовный запрет будет, по-вашему, нивелирован? Существует ли такое ограничение? Ну, вы тоже, как теорист, наверняка слышали, что строгость закона всегда в России, она вот нивелировалась и не очень их таким обязательным исполнением. И сейчас в России же Конституция не выполняется. Но нет, это это правильно. Абсолютно не выполняется Конституция, и поэтому как раз на этом заморачиваться не будут власти. И я хочу сказать, что то, что вы правильно отметили по поводу милитаризации внутренней жизни Украины, помимо внешней, это же говорит о ее слабости, о слабости власти. Да, вот смотрите, опять-таки, с одной стороны милитаризация, а с другой, я хотел на минуту вернуться к законам, ведь в России еще такое как бы существует явление, когда законы, власть исполняется четко и выборочно. То есть, скажем так, законы, которые касаются граждан, гражданских прав и так далее, они вообще иллюзорны. То есть на бумаге Конституции они есть, а в реалии не исполняются. А что касается удержания режима самой власти, то здесь власть работает четко как часы. Я, например, сам, когда жил в Москве, часто наблюдал такую картину, когда две бабушки подходят к каким-то органам власти и с одним плакатом, да, что-то требуют, там, пенсии, решение своих каких-то вопросов. Даже в администрации президента такое было. И тут вдруг через пять минут сразу приезжает два автобуса ОМОНа, этих бабушек хватает, демонстративно кидают вот этот автобус, там все что угодно с ними может быть травмами наносят и так далее, везут в суд, 15 суток мировой судья назначает административный арест за то, что не согласован пикет с органами государственной власти. Но бабушки же не знали, да, что в России такой закон принят. Но это еще вот раньше было, что больше одного нельзя собираться. То есть я к чему говорю, что вот именно у Путин как раз-таки вот те законы, которые его карманный дом наштамповал, они-то и наиболее жестко, скажем так, исполняются. Причем они так исполняются, что, ну, скажем так, уже и оснований нет для их исполнения. Даже вот Ридар Дагин такой есть, ну, вы слышали эту историю, российский активист, который сел в тюрьму за то, что принимал участие в разрешенных законом одиночных пикетах, ну, ему там просто провокаторы фальсифицировали, что вот подходили, да, провокаторов не трогали, а его вот реально пособили. Вот, то есть видите, какая идет, вот название диффузии границ, а в России еще и диффузии границ, да, существует такая диффузия права. Вот, когда режим заточен, чтобы правовыми механизмами вот себя удержать. Как вот быть в этой ситуации? Ну, я так рекомендации не собираюсь давать, хотя вы знаете. Нет, не рекомендации, но просто оценить ситуацию. Оценить, да. Самое страшное, что действенной оппозиции у России нет, ее Путин уничтожил, более того, она дала себя уничтожить. Вот, потому что на рубеже 2011-2012 годов вот это митинги на Болотной, на Сахарова, они не смогли перерасти в Майданы. Тогда это было бы, оказало действенное влияние на существующее положение в России. Но с другой стороны, вы понимаете, палка вот от двух концов. Палка сломается, когда-то переломается палка эта. И, вот знаете, а потом оглянете, а что ж такое случилось? Что случилось в феврале? А в феврале вдруг, ну, правда, это в Питере, это в столице, ну, последней точкой, когда хлеба не завезли. И вот тогда на воду практически нечего бояться. Я не помню сейчас, простите, при каком это князе были вот поборы, колоссальные поборы, ходили по, так сказать, городами весям, дружины. Раз налог и эти мытари, раз налог взяли с этих сел в пользу князя. Он спрашивает, ну, и как налог? Ну, проклинают вас, кричат, ну, мы это брали. Второй раз, значит, еще многое забрали. Как они? Ну, плачут, там, стянают, умоляют, на колени просят не забирать последнее. Третий раз послали. А что теперь они? Смеются, уже забирать нечего. Вот когда будет тот момент, когда забирать нечего, это не просто холодильник победить телевизор, людям терять будет нечего. Вот тогда, возможно, это выступление. Но в России большой резерв, и она может долго не терять, пока вот не пойдет уже процесс, когда вместо центростремительных сил начнут действовать силы центропешки. И тогда Россию, Россию-Империю, никакими путями не удержишь. Тем более, вот сейчас, говоря и о гибели самолета, и о вмешательстве путинской России, сирийский конфликт, в России очень много мусульманских республик. Ну, образование, субъекты федерации, как хотите. Это один из шагов, между прочим, ступенек убийственной политики Путина. И почти все мусульманские анклавы, там, как их называют, республики, субъекты Российской Федерации мусульманские, от Татарстана, от Адуга, от Волги, Северный Кавказ, они же сунниты в основном. А он там вмешался, на стороне швейтов, против суннитов. Вот одна из ступенек путинской совершенно дурной и преступной политики, ведущей, в конце концов, к распаду России. Ну, а даже обратите внимание, в 92-м году, когда Ельцин сказал, и вот знаменитая кроватая фраза, береги суверенитета, столько, сколько хотите. В Татарстане прошел референдум. Сможете, да? Да, да. Ну, не важно. И вот как раз руководствуясь вот этим ельцинским призывом в Татарстане прошел референдум. И подавляющее большинство жителей Татарстана высказалось за отсоединение под Российской Федерацией. Ну, вы, наверное, помните. Да, да. Вот, так вот интересная ситуация. Почему Татарстан не отсоединился? Что пошло не так? Почему иначе-то внутрироссийский парад суверенитетов и Россия, как советский Союз, не дораспалась? Вот почему вот этот произошел полураспад, но полного распада не произошло? Ну, значит, не созрели условия, тем более договор, ну, условно, Ельцин-Шаймиев, тогдашний лидер Татарстана, вероятно, они как бы перетерли это положение. Ну, я, например, считаю, у меня ощущение, скорее, такое, доказательств не хочется проводить, но если бы у того же Татарстана он не был бы анклана, а он бы граничен с той же Прибалтикой, то я не уверен, что туда не пришлось бы водить войска, как Чечин. Другое дело, что там, как говорится, другой рельеф местности, другая психология, не смотря на мусульманство, там нет такого воинственного, в общем-то, народа, привыкшего с оружием в руках всю жизнь, если не с мушкетом, то с кинжалом, вот, то там, в 20-м часе, тоже могла быть своего рода интервенция, и заблудшую дочку татарин с помощью силы, может, не с помощью войны, а вот как в Крыму, допустим, там бы принудили. Но нет, татарин не граничит ни с кем, как та же Чечня, хоть там чуть-чуть с Грузией, да, вот, а там, поэтому прежде всего Татарстан, там Мордовия, Башкирия, там вряд ли, хотя Башкиры, они ж больше всех воевали, советскую власть они не признали, там очень сильная была гражданская война, Бурятия никак под большевиков не хотела, то есть не Бурятия, а Башкирия, извините, никак, там очень мощная шла гражданская война, которая, кстати, мало освещена, эти события. Хорошо, скажите, на Ваш взгляд, как будет после Путина переформатировано построссийское пространство? Вот, нет России, пошел по рационитетам, как это все будет выглядеть? Это будет все выглядеть именно от того, кто перехватит власть. Если пропутинцы, пропутинцы, то я почти уверен, что будет кровь, и кровь большая. Не отпустят они тот же татарин, тот же Башкорстан, не отпустят. Но это тут зависит от того, как долго будет длиться путинская власть, как долго будут продлевать западные санкции, хоть они и не сильные, но все-таки ведут к ослаблению России, и как долго будет продолжаться эта, кстати, китаизация Дальнего Востока и Сибири, будут много превходящих вещей. Поэтому, но если вот Путину предречь, ну что, 18-й год плюс 6, 24-й год, если предречь, что он будет до этого править, то я не исключаю, что в таком положении стагнации, загнивания Россия будет еще. А после, если он после 24-го года вынужден будет уйти, или его уйдут, вот, то ситуация, я говорю, насколько пропутинской будет эта верхушка. Хотя, я вот сейчас очень много политологов, которые прогнозируют так, что настолько уже верхушки, которую Путин устраивал как пахан и как распределителем щека, то они, многие страдают уже, реально страдают от санкций, от того, что они не выездные, то, что они отрезаны от своей недвижимости на Западе и так далее, они могут его убрать, я не исключаю этого. И тогда они ряд позиций сдадут. Не уверен, что по Крыму, но с Донбасса уйдут. С Донбасса уйдут, ведут какое-то такого типа правления, которое хоть чуть-чуть вернется в конституционное русло. Со многими нарушениями, с нарушениями таких принципиальных статей, но все-таки для Запада ради отмены санкций они вынуждены будут пойти на значительные уступки. И это, эти уступки, может возродить такую легальную и действенную российскую оппозицию. Это в перспективе. Ну, это вы имеете то, если мы возьмем по аналогии с прошлым, как типа Горбачевские перестройки. То есть, якобы, пришел такой демократический Горбачев, когда Советский Союз, наверное, уже перестал тянуть вот эту гонку вооружения, понял, что не потянет. Поэтому политговоры решила поставить такого, скажем так, относительно продемократического Горбачева. И вот, вы полагаете, что и в России может, ну, кто тут вместо Горбачева, Медведев, например, на мой взгляд. Потому что по Конституции России, если президент не может исполнять свои обязанности, то до следующих выборов его замещает президент и правительство. То есть, Медведев, в принципе, это было лояльное по отношению... Учитывая, да, я помню, но учитывая вот ваше сравнение и аналогию, я бы, и учитывая то, что вы говорили о милитаризации, об уровне милитаризации путинской России, я бы провел другую аналогию. Не как после, скажем, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачев, а как после Сталина, Хрущев и Маленков. Вот это, мне кажется, более подходящее сравнение, именно уровень милитаризации. И вот вы помните, как Хрущев, Маленков, каждый по-своему, но было облегчение крестьянам. Впервые было, что вот средства производства и не должны вот быть полностью ориентированы только на индустрию, промышленность, но и продукты потребления, шелпатрия, что это должно быть больше народу. И, по сути дела, был закрыт ГУЛАГ. Вот. И потом было произведено резкое сокращение вооруженных сил. Это все после Сталина. Вот. И был проведен ряд таких репрессивных мер по поводу в отношении наиболее таких известных, скажем так, преступников, злоупотреблявших своим служебным положением. Ну, так это я мягко говорю, расстрел того же Берия, Когулова и компании. Вот. И менее известные там пострадали, послетали с должностей и так далее, и так далее. Была произведена достаточно большая чистка аппарата, особенно репрессивного. И наиболее таких крутых палачей все-таки убрали, даже тех, кого не расстреляли. Вот. И я бы вот в этом отношении, что будут, придут люди не такие, как Горбачев, к примеру, наверняка там есть люди такие, как Хрущев и Малитков, которые понимают, вероятно, необходимость вот такое гайки открутить. Ну, скажу так, сейчас в России в основном администрации президента там такие люди, которые только заинтересованы в том, чтобы как себе набрать карманы, да, то есть как себе набить карманы, устроить своих детей, получить, вот занимая должность, максимальные выгоды, благи и в конце концерта, свалить на Запад. Вот такой такой ситуации. То есть, с одной стороны, да, они воюют против Запада, это такой как бы разрыв шаблона, такой, некой максимум-силогизм, да, они воюют Западом, информационные участие в этих всех грязных преступлениях, обслуживают вот этот преступный путинский режим, благодаря которому действует, и с другой стороны, они ищут возможность как бы на вот этот же Запад соскочить. Поэтому из людей, у которых сейчас реально может прийти к власти, если Путин уберут в результате дворцового переворота, то это может в Конституции быть председателем правительства Дмитрий Медведев. Но опять-таки смотрите, Медведев, ну, скажем так, Горбачок все-таки живее, потому что это же не просто его народе называют Димка Медведев или Димона Афончик. То есть это что-то такое, это даже не, это скручен тут сравнивать Медведева и, это что-то это, знаете, это что-то между этим самым Черненко и Горбачевым. Это может быть даже зациклились немножко на Медведеве, учитывая его должность, его конституции и так далее, что он станет исполняющим обязанности президента, вот, но я бы на него никак ставку не делал, потому что, мне кажется, он настолько безликий и настолько морфный какой-то, ну, медуза какая-то, манюзг, вот, и он это не раз доказывал, и фольклор прав, но я хочу сказать о другом, вот так же после того, как убрали Хрущева, и когда аппаратчики ЦК поставили Брежнева, тоже думали, что это типа такой не айфончик, а, как бы сказать, любитель быстрой езды, такой себе автомобилист, красавец, мужчина, и так далее, что Ленечка, он будет послушным в чьих-то руках, условно, соуслово там, и компании, да, а он постепенно, сама система власти в России такая, что он прибрал власть постепенно в свои руки, и мало кто мог пикнуть, вот, хотя эта диктатура была, конечно, не сталинская, вот, и я думаю, что не Медведев, я думаю, что под влиянием того, что как только ослабнет эта власть, то есть же люди более правее, есть же всякого рода националистические движения, ну, они там все, скажем так, заточены, но, есть такое в России, ну, как вам известно, некое, скажем так, краснокоричневое явление, там, типа Лимонов, террорист Гирькин, бывший полковник ФСБ, а что, я тебе повыше по должности, Рогозин, например, да, вот Рогозин, это как бы сторонник вот этого вот имперского шовинизма, я не называю этих людей националистами, потому что, ну, есть ряд причин, у которых, что у русских вообще нет ни нации, ни народа, но это тема отдельной дискуссии, но я так полагаю, что вот эти, как бы, имперско-фашистские и краснокоричневые, они могут подхватить, вот, они могут подхватить, и тогда Медведеву там не место, они могут его, как декоративную фигуру, на какой-то переходный период, а там, скорее, пойдет в ход такой, как Рогозин, или те некие серые кардиналы, о которых мы можем даже и не слышали, которые являются фигурами непубличными, совершенно, потом принципиально непубличными, и вот такие фигуры могут выйти из тени, это могут быть, не знаю, насколько влияние, это публичная фигура, ну, типа Патрушева, понимаете, но кто-нибудь тот, кто реальную власть имеет в КГБ, и такие фигуры есть, вот, например, что я имею в виду, это не первый раз слышал, не первая информация, что, вот, как официально, их там нет в Донбассе, это отпускники, это кто угодно, да, хоть попадаются и непосредственно служащие, военнослужащие, потом Россия от них отказывается, и так далее, даже вынуждены родственники отказываться от них, а в Сирии тоже воюют какие-то организации непонятные, частные охранные фирмы, и под любой личиной, но это понятно, что это военный, что это понятно, что это опытный, и мы не знаем, сколько их таких в России, вот, и те, кто имеет власть над такими структурами, он может оказаться очень полезным, и может учесть судьбу Рема в Германии, и, или станет сам фюрером, новым фюрером России, жестким, и может даже, если его поддержат, или он с помощью, придет с помощью националистических движений, ну, условно, как вы говорите, в России нет, я не называю, это фашистские движения, фашистские, имперские движения, имперские движения, вот, шовинистические движения, как их не называй, но, такие настроения в России достаточно сильны, и, если они объединятся силовиками определенными, силовиками, которым наплевать на законы, особенно в час икс, вот, то к власти могут прийти, и люди, скажем так, пожестче Путина, это не исключено, вот, я не исключаю развитие, вот, спасай Россию, вот, спасай Россию, тогда, бей, бей кого угодно, хохлов, жидов, чечмеков, я такого, что на какой-то, на волне, они придут к власти, но, с другой стороны, я убежден, что в России, так, именно такие, они надолго у власти не останутся, они не оплодотворены той идеей, которая была хотя бы у большевиков, у коммунистов, там же многие, знаете, Яхату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде, крестьяна, они не будут оплодотворены идеей борьбы за справедливость, поэтому, долго, в 21 веке, на одном имперском, вот, таком, шовинизме, они не продержатся, особенно, если будет более-менее, более-менее, адекватная позиция цивилизованного мира. Ну, сейчас, вот смотрите, у России, формально по Конституции, никаких, но и фактически, вообще нет никаких национальных идей, легальных. Единственное, нелегальные в России национальные идеи, которые транслируются как российской пропагандой, так и чиновниками, и подкармливают различные маргинальные движения, как внутри России, так и за ее пределами, это постоянно война, фашизм, злой ненависть. Вот это в России сейчас основная идея. Всем, извините за выражение, национальность, вот почему я говорю, кроме врага России номер один, Путина, второй, такой не менее страшный, опасный враг, это сам народ России, точнее, его психология, его рабская, терпеливая психология, и она опасна тем, для нас, вот как Украина оказалась, что раб, он вынужден терпеть, иногда же хочется начальству врезать, и она хочется, говорит, а что ты так живешь, что ты на 600-ом Мерседесе разъезжаешь, а я за всю жизнь вкалывая, заработал только там на мотоцикл без коляски, надо, в лучшем случае, да, это не пьющий человек, или мало пьющий, у него хочется иногда и злоба, и копиться, все, на это начальство, но там привычка к царю, привык к царю-батюшке, там, к хозяину, к барину, который приедет, рассудит, а она выливается агрессией вовне, вот когда разрешаются и нас спускают с цепи, ведь немало, действительно, добровольцев на Донбассе среди российских этих конфистадоров, гиркиных, стрелковых, которые поверили в пропаганде Киселева, Соловьева и других карауловых, поверили, и да, там, наших бьют, наших надо защищать от этой фашистской киевской хунты, от бандеровцев, поверили же этой пропаганде, они не все ради денег, и в ополчении таком, все-таки основная часть ополчения на Донбассе, там много и алкашей, и наркоманов пошли туда, и безработных пошли за деньгой, но я связан с этими людьми, не прерываю своей связи с Донбассом ни на один день, разговариваю с друзьями и так далее, ищу информацию и как там действительно происходит, но пошли многие, что тоже верят в этих бандеровцев, в это колоссальное влияние, что все это марионетки Америки, НАТО, Европы, верят во все эти, во всю эту чушь, вот, тогда же термин, но дело в том, что это на самом деле просто показатель генетического выражения людей, сколько люди выродились, что просто превратились, но мало того, что в информационных инвалидов, как я называю, потому что российская вагана растирает грани к отечности, поражает с осознания людей, и люди просто перестали мыслить, где вообще отсутствуют какие-либо мысли, вот, где-то включили ящик, что-то где-то показали, не разобрали ситуацию, не позвали, ни с ним знакомым, ни близким, есть интернет, можно, в конце концов, сейчас общаться с любыми людьми, да, через то же самое фейсбук и прочие социальные сети, то есть, это говорит о том, что, как в России, так вот, среди тех вот коллаборационистов, террористов, которые в Тонецкой и Луганской властях сейчас находится, это просто уже откровенно и антической враждебной. Я и писал об этом, и говорил, вот, когда я высказал мысль свою, что Сталин положил начало уничтожению русской нации, потому что всегда было рабство, вот, горько вспомню, в уста одного персонажа своего вложил, Россия отупила тысячелетнего рабства, дословная цитата, и я хочу сказать, что сталинский режим, вот этот десятилетний, именно сталинско, там, ежовско, беревский, он кастрировал нацию, уничтожив лучших, по сути дела, мыслящих, думающих, и там действительно был поврежден с моей точки зрения генетический код, ну, так условно говоря, я же не биолог, тут могут накинуться, что генетика там ни при чем, но действительно в России зарождалась интеллигенция и уничтожили, по сути дела, при советах, народившуюся чуть-чуть 60-е годы, нивелировали так называемые 60-ки, в России тоже как бы изъяли из обращения, во-первых, их влияние почти не сказывается, но я хочу сказать, что вот один из советских поэтов, сумевший натянуть нос в цензуре, еще, по-моему, в убежи 60-х, 70-х годов писал «стали матрицами газет ваши безропотные мозги», вот, на каждый вопрос вручили ответ, все видя не видите вы низги, вот стали матрицами газет ваши безропотные мозги, вот это, да, телевизор, вместо головы телевизор, верят, я сталкивался с этим десятки раз до войны, верят тому, что услышат по телевидению, по радио, вычитают из газет, спасибо вам большое, сегодня, 27 декабря 2016 года, мы беседовали с видным писателем, диссидентом, шестидесятником, Павлом Амитовым, друзья, подписывайтесь на наш телеканал «Оригинал ТВ», распространяйте нашу информацию, «Оригинал ТВ» всегда самые оригинальные новости и оригинальные информации».